Всем привет, ребята! И сегодня я вам расскажу и мы поговорим про робоксы в роблоксе, как их получить, что же делать и так далее. Итак, для начала, ребят, робоксы в роблоксе можно получить очень разными способами. Это как купить их на официальных сайтах roblox.com или в самом приложении, или можно их добывать бесплатно очень-очень разными и и достаточно интересными способами, про которые я очень часто рассказываю. Это сайты, какие-то приложения. Это достаточно интересно, но, естественно, без каких-то утрат. Также робоксы нужно тратить обдуманно, то есть желательно не тратить их на какую-то фигню. Допустим, сейчас пэты в Adopt.me, которые за робоксы достаточно сильно обесценились. И их точно покупать за робоксы не нужно. Это будет бесполезная трата, по моему мнению. Но вы напишите свое мнение в комментариях. Также я хотела вам рассказать про такой способ. Это способ называется трейдинг. Это то, что вы... Допустим, у вас есть классные пэты в Adopt.me и вы их меняете. Вы даете человеку пэтов, а он вам робоксы. Достаточно интересный способ. Также многие говорят, то что робоксы можно получить только-только официально. Ребят, это неправда. Вам может какой-то человек подарить вам робоксы. Допустим, у вашего друга есть 500 робоксов. У вас робоксов нету. Вы можете с ним как-то договориться или он вам может просто подарить эти робоксы и перевести через официальный сайт. Да, конечно, будет небольшая комиссия, но ничего страшного. Про это вы можете посмотреть отдельные видеоролики на ютубе. Надеюсь, тема робоксов... тему робоксов я немножко рассказал. Надеюсь, я вам помог. А вы пишите в комментариях вопросы или, наоборот, вступайте в дискуссии. Рассказывайте про ваше мнение по этому поводу. Куда вы тратите робоксы или куда хотели бы их тратить, если у вас их нет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!